всем привет с вами юля сегодня у нас 15 мая воскресенье и хочу сегодня подвести итоги рукодельной недели с 9 по 15 мая хотела я снять это видео еще вчера чтобы сегодня вы уже его посмотрели но вчера в субботу мы ездили на наш балкон огород пересаживали растения ездили покупали землю в общем день был очень насыщенный заняты плюс домашние дела я освободилась вчера часов 9 вечера и уже как вы понимаете сил на съемку не было поэтому вот сейчас с утра постараюсь быстренько снять мы сейчас планируем конечно же поехать где-то погулять попить кофе но потом приеду смонтирую и либо вечером либо завтра утром я это видео выложу хочу начать это видео с процесса от фирмы dimensions золотая коллекция серия рождество вот с таким веночком номер 8708 ангел мелодии размер работы 28 на 38 сантиметров вышивается на аиде 18 каунта не полная зашивка и вот такая красота должна получиться я раньше на этих ангелов не обращала внимание вот сейчас конечно мне стало очень интересно и этот ангел очень очень красивый нежные здесь одежды вот юбка розовая да но в то же время присутствуют очень яркие элементы вот такой вот узор где используется бленд из желтой и золотой нитки схема легкая вышивается легко и интересно но и хватит вроде слов и переходим к процессу а здесь меня вот что так немножко ты сегодня не очень удобно устроилась вот как то так получается так вот прям вот на каком-то краешке сижу где-то вот пристроилась но так вот получается и так перед вами то что у меня вышелось на этих днях точнее вышивала я эту работу всего лишь выходные прошлые там наверное 7 8 плюс наверное 9 не помню точно сколько дней да ну где-то два-три дня я вышивала есть продвижение но они не прям такие большие чуть-чуть вышила я бордюра с правой стороны чуть-чуть с левой стороны в основном вышивала юбку юбка вышивается легко здесь немного цветов нет каких-то там смешений но крестик здесь мелкий все-таки 18 каунт поэтому заполнение такое плотное и поэтому продвижение прям вот так сильно они не бросаются в глаза хотя здесь вышито но побольше тысячи крестиков сколько здесь у меня вышито за эти дни точно больше тысяч полторы наверно где-то вышито вышиваю по бумажной схеме поэтому у меня вот точной статистики нет на глазок я определяю знаете схема простая понятная и не хочется мне заморачиваться искать электронные схемы и так далее вот вышита у меня с правой стороны зеленая лента чуть-чуть я уже приступила к красным одеждам юбка вышивается здесь вот много в основном юбку я вышивала также вышила в юбке одиночки не самое любимое занятие вышивать одиночки но тем не менее плюс эти одиночки будут также обшиваться бэкстичем совсем легеньким но все равно тоже нужно будет это сделать плюс бэкстичем нужно будет обшить ленту то что здесь еще не вышито в общем есть такие отделочные работы но вообще нужно вышить этот участок потому что как-то такой какой-то пробел да как-то получается голенько то совсем и ну вот нужно будет этим заняться я надеюсь что может быть завтра я займусь этим процессом планировала вот вышивать ангела гладью вот у меня всегда так начну отложен должен полежать ну что значит так так и надо в любом случае все как-то она вышивается вот и сейчас просится этот ангел соскучилась я вот именно за мелким крестиком мне нравится их планирую здесь вышить вот этот участок здесь тоже будет чуть больше тысячи если все это я выше плюс бэкстич я думаю что за пару вечеров я справлюсь и я где-то уже приближаюсь и к половине работы ну конечно еще шить и шить до половины работы видите вот половина работы вот так то есть нужно будет вышить юбку где-то здесь половина работы ну а дальше будет конечно самое интересное потому что там девушка музыкальный инструмент крылья много золота бленда интересно вышивается легко и интересно эта работа конечно очень приятная в отшиве я не могу сказать что здесь какие-то есть участки что где-то грустила где-то какие-то сложности нет все легко все легко приятно интересно единственный конечно 18 каунт который поглощает крестики против вышиваешь вышиваешь ну где же где же продвижение эти масштабные что раз и работа вот так вот подросла но главное подрастает половине то я приближаюсь поэтому все нормально вот что еще тут сказать по данному процессу думаю что здесь все видно и всего понятно забыла вам ставить фотографию как выглядела работа в прошлом отчетном периоде поэтому добавлю и вот здесь и вот теперь я думаю вам без объяснений вообще контрастно очень хорошо видно и понятно прирост небольшой но как я сказала все таки есть вот вот над работой я поработала почему такой небольшой прирост потому что больше внимания досталось другому процессу который у меня благодаря нашему сп очень очень хорошо продвигается ну и сейчас я вам покажу мой процесс следующий процесс это панна серия стихии дизайн называется вода я думаю что уже можно не рассказывать никаких деталей я из видео видео все постоянно рассказываю какие-то тут характеристики и я думаю что уже все здесь выучили показываю еще раз картинку что должно получиться и как говорится по бабам вот то что у меня уже получается работа приобретает все больше и больше такой свой какой-то вид и образ да вставлю картинку как эта работа выглядела на начало недели и вы видите как работа выглядит сейчас вот у меня ударный вечер был в пятницу субботу я чуть-чуть повышевала в пятницу я прям села и я очень-очень много повышевала вот сверху у меня кружочек вот здесь стал вот так вот закрываться также я здесь вышивала быкстич то есть у меня вышит вот этот вот участок вот этот плюс вчера вот здесь я вышивала по крестикам не знаю сколько здесь тысячи две точно может две с половиной до трех ну где-то так вот вышивала я вышивала currencies чтобы стич пропущенный которых очень много и его очень легко пропустить но я здесь все рассматривала вот здесь то что все после этого шировала вот здесь вы все это до шивала вот потом переключилась наверх мне было очень интересно дойти сделать вот эту вот окружность и вчера тоже я хотела уже соединиться но мне было неудобно я на киснапок поставила как-то вот здесь вот прям вообще не могла достать рукой убилась от обдержатель, поэтому вот видите, столько ниток осталось припаркованных не смогла здесь соединиться но оставила ниточку уже осталось чуть-чуть вот он этот кусочек, соединяется круг ну и вот небольшой участок нужно будет зашить за неделю я не справлюсь, потому что здесь прилично, но за две недели я справлюсь поэтому к концу мая, если все будет идти хорошо, я этот процесс планирую, конечно же, завершить вот, вышивается по-прежнему очень интересно классно и чем ближе к финишу, тем больше азарта больше интереса вот, особенно на этом этапе когда вот уже здесь уже круг и тут с какой стороны не начнешь вышивать но все идет к финишу, к завершению вот ну вот в пятницу я вот здесь вышивала вот эти вот водоисходящие волны получается сколько здесь раз, два, две вот эти волны я вышила вот третью наметила третью вот здесь вот уже у меня наметились вершины гор но я скорее всего на этой неделе не буду дошивать вот этот участок пойду вышивать вот здесь может быть я вот как-то так вот, не знаю, запялюсь и вот здесь этот участок вышью плюс бэкстич где-то вот где часть лотосов наверное я смогу захватить вот и на следующей неделе через одну буду дошивать уже гору и солнце тут облака в общем как-то так я себе это вижу мне нравятся вот эти перемены повышивала голубыми тут фиолетовые интересные красивые цвета и теперь пойду вышивать сюда лотосы и солнце ну солнце не захвачу нет скорее всего вот здесь я вышлю что здесь лотос и чуть-чуть фиолетово вот как-то так я думаю что смогу дошить плюс бэкстич вот этот процесс у меня в приоритете потому что он у меня в СП хочется его завершить и к тому же эта серия у меня была начата вы не поверите в 2017 году надо уже все-таки завершить и потом я начну следующие наборчики я вам скоро его покажу этот набор тоже очень классный вот ну по процессу вот такая красота ярко сочно легко вышивается ну действительно ну не оторвешься не оторвешься вот он оставшийся кусочек вчера вот здесь повышевала тоже бэкстич тут что-то повышевала ну вчера я уставшая уже была мне как-то сколько вышло может 400 500 крестиков ну тоже неплохо наверное 400 больше нет вот суббота суббота в пятницу у меня был такой классный я и работаю домашним по делам в то же время как-то вечер получился у меня такой более-менее свободный я как села и как стала вышивать и не оторвешься вот вот этот участок не знаю как я буду вышивать скорее всего переверну вверх ногами потому что очень-очень неудобно вот особенно края запялить в кюснап и скользят и места мало вот ну не знаю посмотрим вот тут еще можно вышивать как-то вот так может здесь вырешить потом перевернуть уже посмотрю с другой стороны хочется уже скорее круг сомкнуть и конечно я в предвкушениях вот такая вот классная шикарная работа поэтому на этой неделе у меня в СП шикарные продвижения опять же убеждаюсь вот отчет раз в неделю все-таки очень стимулирует так бы я раз в месяц так вышивала так раз в неделю у меня не 200 нормативных крестиков а вот там получается ну обычно у меня вот сейчас получается минимум 1000 крестиков 800 у меня было и 2000 у меня было то есть вот такими темпами работа очень-очень здорово продвигается вот что еще хотела вам сказать рассказать спрашивали вы меня спрашивали вы меня что же происходит с дизайном с процессом который я хотела вышивать на выставку по поводу на византийскую тему по поводу греческих дизайнов византийских дизайнов я даже специально книгу купила материалы все купила и вот хотела вышивать я вот этих вот прекрасных птиц я эту книгу затерла все смотрю все изучаю все считаю ну давайте немножко так с вами пообщаемся да просто вот по картинку я вам открыла чтобы вы посмотрели немножко вам расскажу каких-то своих своих моментов потому что я обнаружила у себя вышивальные фобии да никогда не знала не думала что такое может быть у меня оказалось что да у меня получается страх больших работ я это не сразу поняла поняла вот после именно после этой работы потому что я делала несколько попыток вышить большую работу покупала у котросных рукоделок два дизайна один бы даже не видели я его купила даже вообще как бы просто захомячила второй дизайн это были тигры которые я хотела вышивать я тоже там все собрала нитки ткань все лежит и даже ни одного кресика не сделала потому что поняла что ну вот я не потяну наверное этот объем потом что у меня еще было из большого такого сложного вышивая ром в поисках золота тоже история многолетняя начала и нет продвижений и вот как бы ну там всегда я себе находила какие-то оправдания что вот там то дизайн сложный то вроде бы тигры мне не так-то нужны то 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 все как бы ну вот я находила себе какие-то отговорки вот ну тут решила вышивать вот эту вот дорожку как бы на выставку я ниток тоже на первый этап купила потому что ниток сюда много нужно ткань была думаю все начну красота какая шикарная будет вышивка вот приготовила ткань нитки все уже запялила села вышивать вышила 10 крестиков и стала себе думать так размер ткани получается метр шестьдесят вышить нужно как минимум половину да получается восемь сантиметров ну грубо говоря так в общем да стала тут считать туда-сюда сколько по крестикам да схема-то простая вот видите тут контуры заполняя контур внутри но по крестикам все равно это много и на восемнадцатом каунте это такая работа знаете уху-ху очень кропотливая и ну просто большой объем и вот я сделала 10 крестиков вы не поверите я отложила вот отложила и все и вот вот эта мысль что мне нужно вот эту огромную ткань полотно метр шестьдесят зашить все просто руки опустились я отложила все это убрала думаю передохну подумаю может не надо зачем такие как бы жертвы собой ради просто какой-то дорожки конечно красивая дорожка шикарно но я же ее скорее всего буду вышивать годами и ну вот такие у меня мысли какие-то какие-то вот знаете ну пессимистичные по поводу вот таких больших работ вот что я буду вышивать годами оно превратится там не знаю в тряпку и потом настроение пропадет интерес к этому дизайну я уже начала и вот что это будет в общем такие разные у меня какие-то мысли но я это наверное переношу в области фобии больших просто объемов и вот вы представляете да я отложила этот дизайн и даже не начала здесь крестик сделала вот тут вот в уголку в уголку вот так начала вышивать рамочку подумала подумала думаю нет я не готова к таким подвигам и отложила процесс вот такая вот история и поэтому я искала другие дизайны на эту тему на визан на визан чтобы что-то такое подходящее все большое все объемное нужно конечно очень много работать над такими процессами чтобы просто выставиться и показать но нет может я не буду да я скорее всего не буду принимать участие в выставке потому что я не потяну такой объем да вот даже вот этот простой дизайн берешь и вышиваешь но здесь метр шестьдесят вот вы понимаете вот эти дорожки они по полтора метра полной зашивки пусть дизайн не сложный но все равно объем-то огроменный объем а у меня сейчас времени мало я вышиваю вы видите как я мало сейчас вышиваю я конечно продвигаю работы но работа-то у меня не сложные не такие объемные потихоньку они вышиваются а вот с такими огромными я просто не знаю что делать это нужно вышивать только одну эту работу целый год тогда ее можно вышить вот но опять же я взвешиваю нужны ли мне вот эти жертвы вышивать только одну как бы работу сокут я не знаю вот так вот девочки вот так оказывается бывает напишите мне у вас есть какие-то фобии в вышивке вы чего-то боитесь было ли у вас такое как вы относитесь к большим дизайнам таким вот огромным я не говорю о многоцветках потому что я думаю что сейчас девочки тоже путают многоцветки просто с большими работами к примеру как от котрусиных рукоделок большие работы цветов-то там немного поэтому она не многоцветка просто большая вот а есть и многоцветки как вот вы относитесь к этому потому что я знаю многие сейчас переключились вышивать только такие многоцветки сложные, кто-то вышивает катрусины, которые просто большие кто-то вышивает маленькие, мелхилки всякие такие вот штучки маленькие, веселенькие не знаю, наверное, так и должно быть у каждого должны быть свои вкусы и предпочтения мы же не можем вышивать все одно и то же но вот как вы относитесь к таким большим работам как бы вы поступили на моем месте вышивали бы такую большую дорожку брались бы или или не брались бы ну с учетом того, что, опять же, напомню, что у меня ну вы видите, выход по крестикам ну пусть 4000 в неделю вот так 3-4, бывает 5, за редким исключением ну немного вот такая вот у меня история с выставкой, с моими планами, все материалы на тигров на скатерти вышивая роу и еще там дизайн лежат собраны в пакетах и просто вот лежат и с ними ничего не происходит и я не знаю может быть нужно бросить все свои маленькие работы вышивать большие вот такие скатерти красивые и не знаю, что делать и знаете, вот чего еще боюсь вот начну я вышивать буду шить, шить потом раз и отложу и вот это вот и ткань и все это будет лежать а потом мне надоест и что отрезать и выбросить то, что было потрачено время на какой-то участок ну вот как-то я не знаю у меня не укладывается это все как-то в моей голове вот такая вот история у меня с византийской вышивкой на на выставку ну книга классная может быть я все-таки когда-то все же меняется в нашей жизни может быть я когда-то начну вышивать вообще я хочу попробовать очень сильно хардангер столько видео посмотрела очень интересно хочется тоже попробовать вот такие мои новости вчера смотрела видео на рукодельном youtube и у девочек у кого старты у кого финиши у кого покупки и знаете вот когда оно много всего нового интересного всегда есть соблазн побежать в магазин либо за покупками либо что-то поначинать я в этом году пытаюсь как-то стараюсь себя сдерживать хотя у меня это плохо получается я смотрю по своему списку я и начинаю и покупаю хотя конечно и финиши есть но тем не менее у меня продолжает идти бурная деятельность причем процессы которые начинают достаточно большие и их нужно вышивать не просто так вот мне захотелось вот чего-то может быть новенького начать как-то себя порадовать и я заглянула в свои рукодельные запасы которые у меня достаточно такие хорошие и прям вот у меня такой был порыв найти что-то начать я вам покажу наборы которые я выбрала пока не начала я выбрала их отложила думаю буду вот еще дам себе денечек-два подумать начать либо не начать ну вот хочу начать вот с этого набора фирмы ланарта это вот такой небесный анимон очень красивый дизайн вышивается анимон и вот этот фон вот такой вот как бы графика он там напечатан я давно его порываюсь вышить он у меня лежит я вот то туда то сюда принесу отложу вот ну ой очень хочется мне его начать с другой стороны я себя сдерживаю что Юля начни начатыш да у меня программа идет начни начатыш но вот тем не менее из покупок тоже что-то я начинаю и начатыш вышиваю ну как бы просто много процессов поэтому тут уж я не знаю что сказать в оправдании о себе вот давайте посмотрим что у нас с обратной стороны здесь у нас равномерочка вот такого вот Элен 27 каунт ниточки какие красивые цвета да прекрасные сочные вот я точно знаю что там есть напечатанный фон ну не буду сейчас открывать нарушать упаковку ну конечно шикарные вот и рис мне очень нравится у меня было много рисов и все-все разобрали рисы я думала себе что-то вставить но и все разобрали вот нужно будет еще рисов привезти конечно в пару классно вышли анимоны рисы может там еще третий цветок они перевыпустят хотя с перевыпуском они так плохо что они спросят что не перевыпускают какие-то вот такие проблемы у фирмы ну вот с перевыпусками вот это вот и стариночек это то что я покупала здесь в магазине по хорошей старой-старой цене вот такие вот тюльпаны шикарные достаточно большой размер у меня работает 29 на 35 сантиметров такие белые темно-бордовые такие темные тюльпаны шикарные тюльпаны будут в вышивке я бы вот их прям сразу начала вышивать сейчас весна хочется цветов дизайн это маржелин бастины очень люблю этого дизайнера у меня есть несколько работ вышитый он маржелин ну конечно что сказать нежно будет и очень-очень интерьерно смотрятся эти работы они вот в картинке не так смотрятся как именно в большине вот я достала тоже этот набор и мне очень хочется его начать тоже ну что же делать я вот пока держу эту стопку на столе может быть я на что-то соблазнюсь да здесь у нас тоже равномерочка здесь по-моему у нас лен так сейчас читаю читаю да это лен лена 30 каунт вот такие нитки классные нитки здесь ДМС зелененькие бордовые темно-зеленые такие бежевые хорошие цвета ну конечно же тюльпаны просто шикарные обожаю обожаю так ну этот набор я достала потому что он в любом случае у меня стоит на старт на старт и на финиш в этом году это панна серия стихий земля вот воду я сейчас вышиваю я вам показала что там чуть осталось вышить мне потом эту землю мне очень нравятся эти цвета знаете он больше такой осенний теплый мягкий спокойный такие яблочки тут сочные вообще цвета такие знаете вот сочные сочные хочется пойти и съесть действительно какое-то яблоко вот глядя на эту картинку девушка здесь вот такая симпатичная у нее как бы как капюшон да вот что-то такое одета волосы рыжие ну какое-то такое спокойствие и умиротворение вот этой картинки ну это сто процентов будет начинаться раз я уж заглянула свой в свои запасы я его сразу вытащила тоже здесь положу на работе столе я его уже открывала вот тут уже отсохло там все комплектация все на месте он уже такой старенький видите тоже вот эта упаковка внутри краска она рассыхается такие пятна уже пошли поэтому как только завершу но тоже получается в июне будет у меня этот старт вот это будет у меня вышиваться обязательно вот такой вот у меня наборчик от Алисы ценитель кофе 15 на 18 сантиметров достала потому что небольшой несложный Алиса очень приятно вышивается тут птичка есть такое знаете в настроении что-то такое несложное небольшое взять и вышить прям вот бы с удовольствием взяла этот дизайн но почему бы и нет наверное вот у меня вот мысли есть взять его и вышить здесь нужно менять основу ну подумаем подумаем есть у меня еще там равномерочка поэтому не вопрос вот вот это прям я уже столько лет его хочу вышить столько лет его мечтаю вышить это Алиса натюрморт с тыквой какой колорит здесь натюрморт какие тыквы красивые тут орехи тут сливы тут воробушек вот какая-то бутылка такая старинная тоже вот вроде свином вот эти цветочки я люблю мелкие такие как они садово-огородные да дубки называются забываю название но люблю и вот такие маленькие цветочки шикарные шикарный натюрморт заменить основу сделать равномерку он будет такой классный и Алиса вышивается очень-очень приятно прям вот мечта уже несколько лет взять его и вышить ну хотя бы успела купить и то уже я молодец размер работает 38 на 28 сантиметров в моем точке я его начну потому что он больше такой осиний тыквы цветочки ну такой он классный держите меня семеро вот такой еще наборчик я достала здесь у нас что подсолнухи люблю подсолнухи люблю простые вот такие цветочки у нас чудесная игла у меня у меня когда-то было настроение вышить подсолнухи у меня есть уже один дизайн вышитый с подсолнухами но периодически как бы знаете приходят такие мысли а еще бы я вышла подсолнухи еще бы купила с подсолнухи какой-нибудь дизайн люблю подсолнухи они яркие такие сочные цветок солнца да причем очень живой и как это сказать общительный цветок вот можно сказать что этот цветок общается потому что ну это редкое растение которое целый день наблюдает за солнцем вот смотрит прям на солнышко поворачивает свою голову за солнцем особенно это очень интересно наблюдать когда в поле все эти головки поворачиваются к солнцу ну это же просто чудо природы ну как так можно чудо природы цветок вот прям вот так тянется к солнцу и смотрит как сказать глаза в глаза да можно так сказать подсолнух называется этот дизайн размер у нас 15 на 22 сантиметра 19 цветов вот так вот у нас съемка ну ничего нормальная съемка комплектация не очень-то видна что там аида 14 каунта ниточки ну конечно основу нужно менять либо аиду эту нужно состарить покрасить в какой-нибудь чай что-нибудь такое с ней сотворить сюда бы вообще подошла бы рустикана было бы очень классно я люблю вот эту аиду растик рустик вот ну либо можно эту аиду покрасить ну либо конечно же линду нужно брать посмотрим ну вот тоже вытащила и прям хочется мне его начать потом нашла еще вот такой вот это кастом крафт любимый дорогой давно не вышивала есть у меня и в начатышах тоже к нему нужно вернуться но здесь такой пышный букет цветов хочется сейчас цветочков вот но конечно это не отдыхалочка далеко очень сложный дизайн здесь черная основа нитки шикарные мне так нравится как кастом крафт сворачивает улиткой вот нитки просто просто прелесть какая красота вот и там книжечка вот эта схемка порвался немножко пакет но ничего мне бы хотелось начать этот букет очень интересный здесь фон меняющийся темный светлый ну тоже классная нота конечно на такое знаете можно отнести в разряд ну немного цветок ну таких больших сложных работ сложный дизайн вот ну и из дименшинса я тоже достала себе один наборчик тоже вот давно его порываюсь начать потому что мне нравятся дизайны во-первых которые идут в круг я вот люблю такие дизайны мне здесь очень нравится цветовая гамма да здесь цветы есть они конечно такие мелкие как бы цветочки на них не акцентируется внимание на главных персонажах естественно идет акцент но цветочки тоже присутствуют их много они такие нежные вокруг краски красиво вот этот бирюзово-зеленый очень приятный цвет мятный мне кажется им очень приятно будет вышивать вот этот фон просто наслаждение ну и конечно же главные герои конечно это такая милота и красота какая девушка красивая очень красивое лицо кстати у дименшинс лица вы знаете всегда краснолицые такие получаются не очень а здесь очень хорошенькая личика такая она симпатичная такая счастливая малыш счастливый ну вот тоже взять бы и начать начать там это это просто да ну нужно думать как же это все будет вышиваться большой это все равно объем здесь у нас аида 18 каунта белый цвет много красивых ниточек на планшетке золотая коллекция дименшинс вышивали девочки на youtube показывали эту красоту я тоже хочу вышить я вот мечтаю мечтаю почему так медленно вышиваю вот вышивала бы я 2000 крестиков в день вот было бы красота но за маленькое количество времени целый день вышивать я вот ну никак не планирую не хочу так ну вот чтобы мне начать я даже не знаю начать не начать хотя бы хоть что-то маленькое что что не сильно много времени займет может быть начать что-нибудь вот из этого тут у нас 15 на 18 а тут 15 на 22 ну вот останавливает момент то что нужно заменять основу хотя может быть и вышить на аэде как и есть и оформить в какой-нибудь красивый мешочек что-то для каких-то полезных для вещей чтобы это было что-то полезное нужно подумать но это у меня обязательно будет начинаться вот так вот сама себя дразню подоставала тут все дизайны вот и сижу тут медитирую не знаю что делать или это тоже начать его уже очень-очень давно пытаюсь начать возьму руки посмотрю посмотрю уберу обратно в полочку вот такие у меня здесь на этой неделе мучения не мучения мысли размышления также сделаю вставку вам с нашего балкона огорода и вставку с наших прогулок сейчас поедем в это в лимни в лагменис там где у нас натуральное природное озеро очень глубокое но когда мы туда ездили там было закрыто вот сегодня мы звоним тоже трубку не поднимают в общем государственные такие места там все сложно попробуем туда съездить очень интересно далековато от нас сделаем такую попытку если нет просто природы моря вам что-то покажу вот ну на этом у меня в общем-то все на этой неделе я желаю вам хорошего настроения конечно же шустрых крестиков и до новых встреч пока-пока всем привет я сейчас нахожусь на работе у нас есть открытый балкон которым мы не пользуемся ну в смысле сюда люди не выходят балкон большой идет по кругу здания открытый и в этом году мы решили сделать такой эксперимент строить сад-огород на балконе рассаду я высадила давно но к сожалению она у меня очень плохо росла потому что у нас как таковых нет подоконников и я ее очень рано вынесла на балкон в этом году у нас холодно и рассада очень плохо росла ну в любом случае она потихонечку из большого количества посеянных семян она выросла и вот мы уже попересаживали огурчики помидорчики классические значит что мы сделали мы купили в Леруа Марлин вот такие вот строительные ведра самые дешевые оказались по евро 30 и обычные поддонники к ним поддонники дороже обошлись самих ведер по евро 70 ну это такая информация как бы да ну просто вот смотрите что у нас получилось у нас получилось высадить огурцов помидор покажу вам какие у меня огурчики они не очень конечно большие но потихоньку растут сейчас уже идет потепление активно поэтому скоро будут набирать силы вот уже готовятся цвести такие мои огурчики вот ну и помидоры сегодня докупили земли земли много ушло вот такие вот у меня красивые помидорчики делала такой эксперимент сажала помидоры по два корешочка вот здесь хорошо видно мне так подсказали что вроде бы хорошо они растут емкость большая на 12 литров мы будем надеяться что действительно будет удачно и здесь морковка посеянная все эксперимент у меня а это наш любимый салат марули он вот так вот высаживается семена а потом по одному кустику нужно брать и вот так вот рассаживать это у меня остались помидоры не хватило у меня горчков поэтому я пока прикопала кому-то отдам вот ну и здесь я уже немножко высадила марули вот здесь у меня посеяны кабачки но они почему-то не взошли перцы уже давно стоят не знаю почему какие-то семена платья попались вот такой вот у меня здесь сад-огород очень интересно что получится кстати всем интересно мои девчонки выбегают постоянно смотрят что как растет дальше что у меня здесь это я приготовила буду отдавать рассаду потому что много получилось ну куда столько я сеяла и как бы на удачу что взойдет что не взойдет ну вот много не взошло 50 процентов но все равно много получилось вот это буду я отдавать сюда я посадила сегодня редиску не было у меня горшков больших это вот мы нашли еще несколько горшков сюда редиску высадила посеяла не знаю что будет вот как бы так земли не хватило поэтому ну ладно уже такой тоже эксперимент это еще я один горшок посадила с помидорами вот они два кустика только что пересадила такие вяленькие цветочек сегодня купила ну как же мы девочки без цветочков хотела уже я от цветов отказаться ничего не покупать за ними нужно много ухода они такие знаете нежные капризные вот но все равно без цветка не могла уйти хоть один купила это такой вид гвоздики очень интересный такая нежная какая-то розовая гвоздичка ну посадила пусть будет ладно а это красные перцы такие горький этот перчик такой да вот тоже здесь с ними вместе выросли помидоры которые первые сел они долго сидели не прорастали я думала что они прорастут и землю пересыпала добавила сюда еще вот эти перцы потом все вместе не выросли ну вот поэтому сегодня я вытаскивала отсюда помидоры немножко их потравмировала а здесь у меня морковка кости так сильно полила она прибилась к земле ну будет сейчас подниматься ничего у меня здесь морковка ну в общем такая у меня здесь история огородная садовая как бы сама не ожидала но знаете почему это интересно и вот не только мне интересно всем интересно все подглядывают все подсматривают у нас даже один знакомый который в этом году как бы дачу арендовал и тоже он накупил целый огромный мешок семян и плюс еще рассады вот я ему еще отдам рассады но у него там много земли он будет все это высаживать ну я вам буду показывать что у меня здесь получается ну я сажала много потому что я не знаю что вырастет не вырастет поэтому будем будем уже смотреть по ходу дела если что буду всех кормить своих девчонок огурцами помидорами потому что конечно я ничего это закрывать не буду будем просто все поедать хотя мы конечно такие товарищи мы овощей едим на самом деле очень-очень много вот вот такой вот у меня здесь сад-огород нам значит осталось здесь на балконе сделать специальный такой тент зеленый чтобы не сильно солнце жгло пока как бы нужно солнце сейчас идет потепление когда начнется уже 40 градусная жира чтобы не палило будем закрывать здесь специальную такой сеткой зеленой будет защищать ну и будем смотреть что у нас тут вырастет не очень марули нравятся они такие пушистенькие прям так и хочется взять их и съесть но они совсем маленькие нужно подрасти вот я сюда немножко пересадила посмотрим что получится ну в общем девочки вот такая история на сегодня наши работы садово-огородный завершились устали сейчас поедем готовить кушать буду снимать видео вышивки и что буду еще делать вышивать отдыхать такие вот истории еще раз вам покажу мой цветочек новенький красивенький гвоздичка камера настраивайся красивая гвоздичка вся цвести и будет такая хорошая много было цветов не могла никак выбрать взяла розовенькую так ну вот мы опять приехали на озеро у Лягмени но опять закрыты сказали через 10 дней откроются не знаю почему они так вот долго держат территорию закрытой но вот заглядываю смотрю что столы накрыты все убрано готовят какое-то мероприятие может быть они закрыты сейчас проводят ну только для вздают в аренду вот свадьбы день рождения там крещение еще что-то какие-то такие может быть мероприятия потому что видно что территория ухоженная и столы накрываются но для посетителей пока нет хотя видно уже там лежаки поставили можно будет купаться я здесь еще ни разу не купалась очень интересно такая красивая зона там есть у них по моему спа массажи тоже все вот так организовано но это государственная территория поэтому здесь как говорится небе лежачего вот так вот пока закрыто ладно пойдем мы здесь погуляем тоже где-то кофе попьем тоже здесь красиво но вот второй раз неудачно мы сюда приехали через 10 дней сделаем еще одну попытку так вот 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 вот